МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! Вы смотрите программу события в студии Виктория Шарея. Сегодня в выпуске. Массовое отравление роллами в Самаре. В больнице оказались более 30 человек. Самарских медиков научат знаменитый московский детский хирург. Сразу шестерым палеотивным детям сегодня в больнице Середавина проведут уникальные операции. Храм правосудия появился в железнодорожном районе Самары. Новую жизнь вдохнули в наследие 90-х. Объем торговли между Россией и государствами членами Евразийского экономического союза должен быть увеличен. В Самаре прошла встреча представителей немецкого бизнеса и правительства региона. В Самаре привозят в порядок Старозагору от Советской армии до Ташкентской. Сейчас там укладывают асфальт на тротуаре. В Самаре произошло массовое отравление роллами. Пострадали около 48 человек. Часть лечится амбулаторно. 30 сейчас находятся в больнице. Их состояние оценивается как средней тяжести. Все больные заказывали японскую еду в одной точке. Сейчас Роспотребнадзор совместно с рабочей группой представительства Центрального офиса сети ресторанов проводит проверки. Делом заинтересовался Следственный комитет. В чем причина гастрономического расстройства, разбиралась Мария Левина. Доставка удовольствий, но сомнительных. В Самаре более 30 человек попали в больницу с подозрением на отравление роллами. Наша съемочная группа попыталась разобраться, что не так с империей удовольствий. Юрий Росейкин вместе с женой и двумя детьми запланировали вкусно провести время. Заказали набор ролл и, ничего не заподозрив, отправились на дачу. Последствия проявились под утро, рассказывает мужчина. Раз 7-8 заказывали, все было нормально всегда. Температура поднялась практически до 39 градусов. Детей госпитализировали в областную больницу Семашка. Взрослые попали в пятую инфекционную. Всего за медицинской помощью обратились 48 человек. Из них 7 детей. Первого пациента госпитализировали еще в конце предыдущей недели. На настоящее время их состояние оценивается как средней тяжести. Со слов пострадавших, больные продолжают поступать и сегодня. Среди симптомов диарея, рвота, боли в животе и высокая температура. Некоторые не принимают их всерьез и выбирают самолечение. Любая болезнь не подлежит самолечению. С любой болезнью надо обращаться за помощью к медицинским работникам. Что касается инфекционной патологии, то тем более нужно обращаться. Потому что она непредсказуема, она может вызывать тяжелые осложнения. Поэтому независимо от возраста, маленький ли ребенок, взрослый ли человек, и уж тем более пожилой человек, необходимо обращаться за помощью, квалифицированной помощью к медицинским работникам. В отличие от Юрия Рассейкина, Влад Медведев с товарищами обратились в злополучную доставку впервые. Молодые люди решили отметить мальчишник одного из друзей. Финал оказался неожиданным. Все было хорошо, на следующий день уже где-то в обед стало плохо, и уже, получается, вечером, в воскресенье уже начали сюда обращаться. Для расследования в Самару прибыла рабочая группа из центрального офиса сети ресторанов в Москве. Они сейчас максимально должны, собственно говоря, обезопасить жителей Самары от некачественной продукции. Мы уже приостановили всю деятельность, ну и разобраться полностью в ситуации. Они ведут работу и с пострадавшими, то есть у нас открыта горячая линия. Каких-то клиентов мы обзваниваем, обнаруживаем пострадавших сами. Либо вот открыли горячую линию, чтобы клиенты звонили и сообщали нам о том, что могло произойти. Члены рабочей группы заявляют, что все расходы на роллы плохого качества будут возмещены. Более того, компания обязуется оплатить лечение всех пострадавших вне зависимости, будет ли доказана их вина. Сейчас совместно с Роспотребнадзором проходят проверки. Анализы взяты у сотрудников, на экспертизу отправили продукцию. Установлено, что все пострадавшие заказывали роллы в точке на Запорожской. Но проверяют все филиалы. Нашей съемочной группе удалось попасть на кухню одного из ресторанов в сети. Всего в Самаре работает 7 точек. Это наша первая точка, которая открылась в Самаре. Она так же, как и все остальные точки закрыта, закрыта в экстренном режиме. Эти полуфабрикаты мы сегодня будем списывать и уничтожать. То есть вот тут я вижу некоторые от вчерашнего дня, 27-08, они тоже будут уничтожены. Да, тоже будут уничтожены, совершенно верно. В первую очередь хотелось бы принести извинения от лица компании перед всеми пострадавшими клиентами. Мы сейчас ведем расследование, найдем причины. По последней информации пришли результаты анализов сотрудников филиала на улице Запорожская. У некоторых из них найдена ротовирусная инфекция, которая и могла стать причиной массового отравления. Проверки продолжаются за дело, взялся Следственный комитет. Дирекция сети обещает, виновные будут наказаны. Мария Левина, Василий Кладошов. События. Сегодня в больнице Середавина знаменитый детский хирург Илья Захаров провел шесть уникальных операций для палеотивных детей и мастер-классы для самарских врачей. В Самару Захаров приехал по приглашению благотворительного фонда «Евита» и областного Минздрава. Подробности узнал Семен Безгинов. Маленькая Ксения, дочь Натальи Рыльской, при рождении получила родовую травму. В итоге могла питаться только через зонт. Эта процедура долгая, мучительная для ребенка и не дает возможности кормить его полноценно. Такие дети страдают недобором веса и другими сопутствующими проблемами. До этого мы питали зонт. У нас был зонт загастральный, я его вставляла раз в сутки. Питались мы едой, в принципе, купленной едой, то есть пюре. До года это нормально, но после года желательно уже переходить на нормальную пищу, то есть как бы пережеванную, чтобы кишечник работал. Несколько часов назад Ксения прошла операцию, которая позволит ей питаться полноценно. Ей поставили низкопрофильный гастротому – трубочку, через которую пища будет поступать в желудок. Операция длилась около 15 минут. Ее провел в больнице Середавина московский детский хирург Илья Захаров. Его пригласили боготворительный фонд «ЕВИТА» и областной Минздрав. Помимо Ксюши он прооперировал еще пять палеотимных детей, в том числе и тех, кто остался без родителей, и поделился опытом с самарскими хирургами. А детей навестили глава регионального Минздрава Михаил Ратманов и вице-губернатор Александр Фетисов. Очень большое дело сделано, и оно пойдет на пользу и деткам, с которыми прошла операция. И самое главное, еще раз, я хочу сказать, что и самарские врачи получили дополнительные компетенции. Такие операции нуждающимся детям будут происходить на систематически и на очень высоком уровне. Операция уникальная. Раньше в Самаре не проводилась. Одно из преимуществ – трубочку родители смогут менять самостоятельно. Также Илья Захаров рассказал, как ухаживать за детьми, которым сделали такие операции. Он высоко оценил опыт своих самарских коллег. Очень молодцы, очень профессиональные все профессионалы. Действительно, очень приятно было работать, познакомиться. И я считаю, что уровень очень высокий, никаких проблем не должно быть. Родителям благотворительный фонд «Евита» передал все необходимое для послеоперационного ухода. А самарские врачи говорят, эти операции не последние. Семен Безгинов, Григорий Плешаков, События. Японскому спортсмену оказали помощь самарские врачи. Чемпион по бодибилдингу Сакабе Матаюки несколько лет страдал от боли в спине. Сделать уникальную операцию согласились самарские хирурги. Они смогли восстановить позвоночник спортсмена. Репортаж из больницы Пирогова нашего корреспондента. 55-летний чемпион Японии по бодибилдингу и владелец фитнес-клуба Сакабе Матаюки обратился за помощью к самарским хирургам. Целых 20 лет известного в Токио спортсмена мучают боли в позвоночнике из-за силовых нагрузок. На днях боль стала просто невыносима. В родном Токио Сакабе не смог найти нужных специалистов и принял решение поехать в Москву. Там ему рассказали о самарских докторах, которые смогут его вылечить. Операция под названием транспедикулярная фиксация позвоночника прошла успешно. Сакабе хорошо себя чувствует и может свободно двигаться. Пациент был приятно удивлен тем, насколько высокий уровень медицины в России. Скорость оказания медицинских услуг в России намного быстрее, чем в Японии. Там за каждый день выставляют тебе чек, чек, чек. А здесь все не так. Суть лечения, предложенного самарскими хирургами, это фиксация костей позвоночника за счет импланта, титанового винта. Вся конструкция страхует пострадавший позвонок и после операции берет нагрузку на себя, даже при занятии спортом. К тому же процедура позволяет избежать воспаления и защищает от искривления позвоночника. Сакабе может постепенно вернуться к активному образу жизни уже через месяц. Это не первый иностранец, который обратился к самарским хирургам. До него были американцы, испанцы и болгары. Мы были пионерами по многим позициям в спинальной хирургии. На одном этапе мы даже обошли ряд клиник в стране, сделали операции, которые действительно были первыми в стране. И поэтому нас знают и в стране, и за рубежом. Уникальность операции в том, что она является динамической. То есть мы запротезировали страдающий сегмент у пациента, динамическая конструкция, самая современная. После этой операции у него не будет каких-то болевых ощущений в спине. И все движения, которые у него были в поясничном отделе, они будут сохранены только без болей. В больнице имени Пирогова такие операции проводятся часто. В это же время такую же помощь оказали еще троим пациентам. В год делают до трехсот операций, причем бесплатно. К слову, иностранцам она обходится дешевле, чем на родине. Екатерина Чеботаева тоже оказалась в руках опытных специалистов. Женщину спасли от мучительных болей в спине. После выписки обязательное требование для таких пациентов – носить корсет. Меня муж на каталке возил из Новоковишска. Операция за всю жизнь у меня была четыре анестезии. И вот здесь вот самое легкое, ну как бы даже засыпаешь и просыпаешься, не трясет ничего. Я говорю, на груди меня одеялком только потом. Смотрю так все вот прям вот, как ребеночка, меня закутали. Это вот самая легкая простая анестезия. И операция тоже вот я помню, как бы тянула вот вниз, вот этот вот копчик, вот где вот шов. Сейчас вообще могу ходить весь день. Сакаба Матаюки рад, что теперь он сможет тренировать начинающих спортсменов и пропагандировать здоровый образ жизни в социальных сетях. Говорит, что приедет в Самару еще раз зимой, чтобы проверить здоровье в стенах одной из лучших больниц мира и снова попробовать полюбившиеся ему пирожки с мясом. Валерия Куценко, Константин Головин. События. Наследие 90-х, в которое вдохнули новую жизнь. На улице Тухачевского открыли обновленный храм правосудия. Здесь разместят суды Железнодорожного и Ленинского районов. Подробнее расскажет наш корреспондент Анатолий Головко. После реконструкции, которую завершили в мае 2019 года, здание на Тухачевского 226 преобразилось до неузнаваемости. Это стало возможно благодаря федеральной целевой программе развития судебной системы России на 2013-2020 годы. Раньше недострой был излюбленным местом маргинальных личностей и лиц без определенного места жительства. Теперь в обновленном здании будут работать служители Фемиды. На торжественной церемонии открытия побывала глава города Елена Лапушкина и губернатор Самарской области Дмитрий Азаров. На мой взгляд, очень важно, что мы последовательно на всей территории Самарской области и городской округ Самары здесь, конечно, не исключением, доводим до ума то, что простаивало, то, что было заброшено иногда десятилетиями. Обновленное здание соответствует всем современным требованиям. Его сделали удобным как для сотрудников, так и для посетителей. Здесь построили новые комфортные коридоры, установили лифты, оборудовали помещения для ожидания, обеспечили доступ в суд для маломобильных граждан. Здесь чувствуется, что, конечно, гораздо-гораздо стало нам здесь свободнее дышать и настроение соответствующее рабочим. Новая система видеоконференц-связи, которую установили в залах, существенно ускорит судебный процесс. В некоторых случаях участникам не придется присутствовать на заседаниях лично. Система ВКС позволяет нам допрашивать лиц, участвующих в деле, через другие суды, которые расположены в других регионах. То есть районный суд по месту жительства приглашается участник процесса. Напомним, строители привели в порядок не только само здание, но и благоустроили прилегающую территорию. Здесь оборудовали вместительную парковку для автомобилей, разбили зеленые газоны. Можно смело сказать, что суд на улице Тухачевского стал еще одним архитектурным украшением Самары. Анатолий Головко, Максим Гусев, События. Соглашение о сотрудничестве между правительством региона и госкорпорацией подписали во вторник на Международном авиационно-космическом салоне в Подмосковном Жуковском губернатор Самарской области Дмитрий Азаров и гендиректор Роскосмоса Дмитрий Рогозин. На основе документа Роскосмос будет содействовать развитию деятельности Научно-образовательного центра региона. Подробности в нашем сюжете. Роскосмос и входящие в его состав организации планируют активно участвовать в разработке и производстве высокотехнологической продукции, перспективных исследованиях и развитии технологий с привлечением к работе ведущих университетов научных институтов России и мира, крупных промышленных предприятий. Поэтому честная взаимосвязь с Роскосмосом даст сотрудникам Научно-образовательного центра Самарской области огромный опыт, новые знания и навыки. Сегодня мы уже подписали соглашение о сотрудничестве в рамках Научно-образовательного центра, который создан в Самарской области с Роскосмосом. Крайне важное решение. У нас, конечно, флагманское предприятие Роскосмоса, есть РКЦ «Прогресс». Работа ведется с предприятием, но оформление соглашения с Роскосмосом в этой важной для нас теме развития научно-образовательной деятельности центра, оно, конечно, вводит на новую орбиту, я бы сказал, это сотрудничество. На МАКСе тоже были заключены соглашения о научном обмене. Ведущие специалисты госкорпорации будут читать лекции в Самарских вузах. В Самарской области будут проходить совместные с Роскосмосом конференции. Еще в конце мая индустриальным партнером НОСА стала госкорпорация «Растех». Теперь будет выстроено тесное взаимодействие с Роскосмосом. Официальным представителем в развитии сотрудничества двух сторон определен Институт регионального развития. Таким образом, в научно-образовательном центре области будут представлены все предприятия авиационно-космической сферы. НОСА был создан по инициативе губернатора. На его базе появятся центры компетенции, лаборатории, конструкторские бюро. Возможно, организация университетских кампусов, научных парков, центров компетенции. Ну и, конечно же, наши научные и практические разработки будут использоваться корпорацией в первоочередном порядке. Конечно, это новый импульс развития и промышленности в нашем регионе, и научной школы. Соглашение также предполагает использование тематических серверов в рамках федерального проекта «Цифровая земля». Он позволяет проводить мониторинг в сфере сельского и лесного хозяйства, строительства и чрезвычайных ситуаций. Кроме того, в рамках МАКС-2019 было подписано соглашение между Институтом регионального развития Самарской области и Корпоративной сетевой академией. Соглашение между ИРР и Академией Ростеха предусматривает объединение усилий и совместную реализацию программы развития гражданской продукции «Вектор». Она направлена на выявление технологических лидеров среди сотрудников госкорпорации, которые реализуют проекты гражданского назначения. Валерия Куценко, Виктория Шарая. События. Экс-губернатора Артикова наградили почетным знаком за труд во благо земли Самарской. Постановление о награждении подписал губернатор Самарской области Дмитрий Азаров. Таким образом, нынешний глава региона отметил значительный вклад бывшего губернатора в социально-экономическое развитие области, говорится в постановлении. Владимир Артиков занимал пост главы Самарской области с 29 августа 2007 года до 10 мая 2012 года. Он ушел в отставку по собственному желанию. Сейчас он занимает пост первого заместителя генерального директора госкорпорации Ростех. Приводят в порядок, опираясь на мнения местных жителей. В Самаре продолжают ремонтировать проезжую часть и тротуары на Старозагоре. Когда горожане смогут оценить новую удобство в полной мере, знает наш корреспондент Анатолий Головко. В Самаре приводят в порядок улицу Старозагору от Советской армии до Ташкентской. Это стало возможно благодаря национальному проекту «Безопасные и качественные дороги». В этом году обновят участок от Советской армии до Нового вокзальной, в 20-м от Нового вокзальной до Ташкентской. Сейчас подрядчик занимается ремонтом дороги, укладывает асфальт на тротуаре. Данные работы выполняются в рамках контракта жизненного цикла. Это когда работы по ремонту и по содержанию автомобильной дороги выполняются от подрядной организации. Такой подход используют в Самаре впервые. Его главное преимущество заключается в том, что в случае появления дефектов подрядчик будет устранять их самостоятельно за свой счет в течение пяти лет. Кроме того, специалисты будут содержать дорогу и прилегающую территорию всесезонно, расчищать улицу от снега, вывозить его на полигоны, а также убирать мусор и мыть проезжую часть. Подобная инициатива пришлась по душе местным жителям. Приятно, конечно. Ноги не ломаем. Здесь все плыло, все ехало, ходить невозможно было. По сравнению с той стороной, другая республика была. Большое спасибо городу. По словам горожан, уже отремонтированные тротуары нравятся не только пешеходам, но и любителям активного отдыха. Да, намного удобнее, потому что здесь ямы, кочки были. Сейчас можно и на самокате кататься хорошо. Ну и хотелось бы, чтобы потом прибрали здесь с собой газон, чтобы как бы разбили, земли навесили. Пешеходные дорожки ремонтируют с учетом мнения местных жителей. По их просьбам, часть тротуаров у парка Гагарина замостят плиткой. Сейчас подрядчик выполнил работу на треть. Специалисты справились с фрезеровкой асфальта, заменили бордюры и частично благоустроили газоны. Анатолий Головко, Василий Колдашов, Григорий Плешаков. События. 80 лет в развитии. Советский район Самары отмечает юбилей. Еще в 30-х годах прошлого века здесь располагались дачи. 25 августа 1939 года был образован новый район. В годы Великой Отечественной войны на этой территории размещались заводы, которые работали на оборонную промышленность страны. Советский район продолжает развиваться и сейчас. На торжественном концерте побывала наша съемочная группа. Советский район Самары – район-созидатель. Один из немногих в городе, где есть заводы, производящие оборудование, металл, продукты питания и товары народного потребления. В годы Великой Отечественной войны Советский район сыграл большую роль в оснащении армии, став тыловым и промышленным центром запасной столицы. Его жители работали на заводах, производивших вооружение и технику для армии. Район и сейчас продолжает активно развиваться и благоустраиваться. Здесь располагаются любимые жителями «Зеленые уголки». Это парк имени «Тридцатилетия Победы», парк «Дружба», сквер первых космонавтов, скверы Чехова и Маяковского. Приводят в порядок и дворы. Активные жители принимают участие в программах формирования комфортной городской среды, проекте «Содействие» и конкурсе «Твой конструктор двора». Валентина Яшина, старшая по 23-му дому на Советской армии, внимательно следит за ремонтом своего двора. Над проектом работали все вместе и продумали ремонт до мелочей. Мы включили три дома, пятый дом, седьмой дом и нас. Все у нас составлено, все было посчитано. У нас 75 листков документов, каждый листочек подписывал. Все это сделано, все учтено. И вот мы попали в эту комфортную среду. Подрядчики работают очень хорошо. Без 15,8 они уже здесь и до 8 часов работают. Самых активных жителей на торжественной церемонии в честь юбилея района благодарственными письмами наградила глава города Елена Лапушкина. Мы не должны с вами останавливаться на достигнутом. Хочется пожелать Советскому району дальнейшего развития. Добрых, радостных впереди юбилеев. И, конечно, всем жителям. Прежде всего, здоровья. Радостных вестей. Успехов всегда и во всем. Ну и к следующему юбилею, дорогие друзья. Не зря считается Советский район кузницей кадров. Отсюда вышло очень много замечательных, знаменитых людей, которые сегодня, я думаю, с этой сцены также вас поздравят. Ну, а я от всей души всех поздравляю. И желаю, чтобы наш район процветал и дальше. Благодарственные письма за труд на благо Советского района от Губернской и Городской дум получили руководители крупнейших предприятий и ветераны. В подарок всем гостям праздника творческие номера от лучших коллективов города. Не про меня, ту заводскую проходную, чтоб люди привела меня. Лариса Шалафаст, Константин Головин. События. Баскетбол как образ жизни. В Самаре в парке Воронежские озера открыли новую спортивную площадку. Это стало возможным благодаря поддержке общественного фонда Кириленко Дети. В России с его помощью уже построены 9 площадок. Как самарцы играют в баскетбол, увидела Валерия Куценко. Самара живет баскетболом. Показать мастер-класс в игре, получить автограф от российской сборной и собрать свою команду. Все это можно было сделать на открытии новой площадки в парке Воронежские озера. Лев Потапов пришел на открытие, заранее подготовившись. В команду взял самых ответственных учеников из спортивной школы номер 13. Парень 7 лет занимается профессиональным баскетболом и верит, если таких площадок будет больше, многие полюбят эту игру. Я рад, что такие площадки создают, и люди приходят и играют в баскетбол. Зарегистрировались с приятиями на главный турнир Самара Оупен, который будет проходить 30 августа на площади Курбышева. Федерация баскетбола Самарской области за это лето построила уже три спортивных площадки в парках и скверах Самары. Через пару недель спортсмены смогут провести мини-турнир в парке Дружбы. Новая площадка появится здесь в начале сентября. Главная цель – собрать всех любителей баскетбола, дать им возможность бесплатно 24 часа в сутки заниматься спортом. Для этого на всех площадках предусмотрено специальное освещение, безопасное покрытие и новые антивандальные стойки. Самара – баскетбольная столица. Давайте так решим и запомним навсегда. Вы знаете, я процитирую президента нашей федерации баскетбола Самарской области Владимира Евгеньевича Аветисяна, который сказал, что развивать баскетбол можно только, сделав его общедоступным для всех детей. Если будет больше площадок, будет больше занимающихся баскетболом. Напомним, 30 августа Самара станет местом проведения большого баскетбольного турнира в памяти заслуженного тренера Юрия Тюленева. Призовый фонд составит миллион рублей. Принять участие может любой желающий с 9 лет. Валерия Куценко, Василий Колдашов, События. На этом наш выпуск завершен. Мы рады вам сообщить, что число просмотров нас на Ютьюбе превысило 23 миллиона. Смотрите передачи «Самара ГИС» на нашем сайте и в его мобильной версии, а также на Ютьюбе. Все вам доброго и до встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова